всем привет дорогие друзья с вами канал серпан 96 про хейм сегодня у нас будет новый гайд мы также играем на миду против нас будет играть зелен в последнее время что-то мне часто против него постоянно играю попадаюсь вот я вам хочу рассказать показать небольшие нюансы как играть против него что вообще делать по ходу действий ну как видите парень не скажем так прессует то есть я пошел поставил пушки как обычно 3 в ряд вот и делаю так чтоб он их не мог с одного умения зацепить ну и чтобы не перемещаться естественно было проще вот он и взял поломал то есть я так пытался как-то ценить и подходить автоатаку давать но особо безуспешно я ему долго только 2 автоатаки но тем не менее это все-таки небольшое преимущество все равно вот у меня пушек нет он их поломал ну вот я ждал когда они потом от кдшится вот и все так же по классике ставил и запушил план наши действия также задоминировать на линии вот и пушить пушить чтоб если что если был какой-то приоритет естественно мы смогли потом сместили к союзнику там помогли ну либо лес и лес зайдет естественно как бы если ваши крипы будет их больше вот естественно порой тоже будет больше сейчас данный момент я играю намного пожестче вот как видите сейчас я стараюсь подходить ставить пушку и кидаю стан чтобы естественно попасть по нему и лазер сработал то есть у меня сейчас по здоровью больше чем у него он тоже в принципе сейчас использует подкис и восстанавливать себе здоровье вот ну в любом случае у нас происходят размены и пока что размены в мою пользу всем силует но нам удается его сейчас скажем так прессануть и чуть в невыгодное положение ставить но парень все равно он знает как играть на линии у него в принципе опыт хороший достаточно поэтому персонажа нам самое главное начали прощупать оппонента то есть как он будет играть пытаться хораси дамажить вас либо ломать ваши пушки то есть отпушить и соблюдать дистанции как то скажем так по этим действиям естественно можно понять как вам играть если парень играет очень агрессивно пытается как-то вас кидать то есть вам надо немножечко микрить постараться все таки это не словить то есть он кью кинул промазал вы дальше идете опять его разбайтили тем самым совершая некие движения вот как я шел отрядом скрипами и задоджил вот и потом дальше иду в агрессию то есть я понимание уже два умения нету то есть у них подряд кинул но то и на это надо скажем так время естественно чтобы он что-то сделал максимум он может только заметить как бы вот лезь разумный зелен будет он естественно как бы спешить кидать не будет умением я можешь просто тупо замедлить потом две киуки либо одну киу кинуть и ей не спешите остальные умения использовать это внимание тоже надо как бы учитывать так и сейчас ко мне на ганг выходит моргана вот она решила меня убить у них это вышло неудачно естественно видел то что она ко мне идет я просто от нее убегал то есть держал дистанцию меня приоритет был в том то что линия пушилась у меня больше крипов было естественно урона по ним намного больше плюс 2 мага вот естественно моргана использовала блэкшилд на себя блэкшилд помогает ей получается блокирует часть магического урона и по ней не проходит контроль мой то есть с е то что я бомбочку свою кидаю вот это прекрасно понимал кинул свои ракеты чтобы продамажить снятие этот эффект и пока мои пушки там были и когда она ко мне вплотную подошла я использовал естественно свою эту гранату кинул бомбочку и естественно у меня то что там пушки были крипы по ней продамажили ну вот и тем самым и легкий кинул собрали скажем так и небольшой приоритет как бы доминацию сделали вот ему уже помог саппорт зашел нами помогла меня естественно убили вот ну в принципе если бы жадным бы не был я бы просто спокойно ушел на базу и все убил сразу ушел на базу спокойно закупился пошел дальше естественно доминировать либо еще один вы взять и спокойно уйти хотел взять по максимуму и в итоге но не обратил на карту то что там не могут зайти но тоже про сигналы как бы не видел ничего не было такого и позиция была скажем такая не очень то есть удобная для захода нами должен был чуть чуть дальше от той стороны держаться тогда еще как-то были шансы это все избежать и увидеть вот так и рядом стоял к ее прокастом просто нам не быстро заметила и все прожала но ты меня убили но зелен теперь быстро пушует линию теперь есть синий баф и красный вопрос таки дает две бомбочки и зачищает всю линию ну естественно только лишь там будет тачка только тачку убьет за этот прокаст а так мелких и ближних он убивает так давайте дальше пока что поговорим по поводу рун что я беру поменялось что-то или нет я на экран сразу выставил порядок умений как лучше прокачивать то есть мы изначально прокачиваем сразу пушки на максимальный уровень ну вот потом мы естественно прокачиваем только ракеты потому что с них мы естественно можем купить зелено там или другие ватные цели естественно проще добивать вот стану нам достаточно один раз прокачивать прокачать его вот и этого хватает потому что от него никакого урона по сути нет а вот а максимум идет это только сокращение перезарядки этого умения чтобы чаще используйте все вот она павка на урон там небольшая поэтому смысла нету что ультовый стан используя тоже мало вот его только имеет способ использовать для командных боев весь кого-то надо остановить за контроль это ну поддержать дольше в стане что союзники там как-то добежали там заметить он тогда да имеет как бы смысл вот использовать это умение но в любом случае если вы прокачайте от него толку вас убавлены будет поэтому стану как бы само собой тут просто на один раз используемся я сейчас начал использовать завоеватель потому что он дает очень много урона на пушки все хорошо противника автоатаками то есть меня за каждый автоатаку дает скейл на две единицы силы умений там естественно тоже сила так идет вот и тем самым получается вы себе делаете скейл большой на АП и потом эти этот большой скейл на АП дает естественно на пушки вот то есть ну я так выбираю стараюсь все равно которые дают в начале АП преимущества и плюс с этим еще то что стак дает да особенно против ближних целей есть там допустим какие-нибудь будет милишные там маги там ассасины то есть ну на них естественно удобно будет стакаться там на том же топе тоже но против магов естественно тоже это все можно делать в рейнжовых без проблем вот особенно зелен который в принципе рейнжа также как и у меня по автоатакам то есть ну в размен там иногда периодически выходим то есть ее реализовать можно поэтому брать естественно тоже я рекомендую вот и теперь самое главное чтобы вы понимали как это работает большинство об этом даже не знали то есть вы допустим сделали 5 стаков максимально там 12 если не ошибаюсь у заваливателя вот и естественно у вас восстановление здоровья там идет на максимальное скажем так это уже 12 стаков будет этих то есть лезь вас пушки будут у вас 12 стаков этих вот урон от них сразу не идет то есть но если вы будете используя там ракеты там стан под этим действием то есть статистика вырастет то есть там папы на двадцатом или 30 это надо смотреть насколько увеличивается можете сами посмотреть делать сил умения ваша будет и за каждый стак вы видите то что вас сил умения возрастет вот естественно если там вам 20 или 30 единица подойдет будет вот естественно настолько надбавка на урон будет на каждое умение а чтобы пушки увеличили урон свой вам надо новый поставить то есть те которые стояли вы их обновляете вы ставите новую пушку естественно у вас да она будет работать будет увеличенный урон так сколько пушка стоит столько нам будет и наносить изначально там на первой стадии не там допустим 19 а д и по урону то есть то она бьет помененным там по врагам вот если вы новую поставите то есть на этих можно 24 25 силы атаки получить пушки ну то есть естественно это очень много урона то есть на третьем уровне там до сих пор мурашеский лес заходит или вы с кем-то там трейдитесь один-один да но тут это большой прирост сейчас есть запасе пушки чтобы заменить или просто их обновлять тем самым давить линию это это очень жестко на самом деле ну из этой ветки вы как поняли вы выбираете завоеватель потом триумф потом стойкость удар милосердия вот естественно удар милосердия можно заменить на другую руну которая бьет по танкам от недостающего здоровья то есть получается чем больше у противника здоровья их максимального точнее вот у вас процент урона по ним растет там максимально до 15 процентов вот а здесь она вот этот мастерка который удар милосердия она постоянно носит 8 процентов урона больше по чемпиону которых уровень здоровья ниже на 40 процентов вот а то уже как бы может как бы работать лисию противник будет больше здоровья то есть она мидгейм лэбгейм намного будет лучше по жирным целям то есть вам уже самим выбирать из этих всех рум выбрать то есть альтернативы как бы в этом плане есть понятное дело то что магическая убавь на халяву плюс когда она появится у вас скорость передвижения на 10 единиц еще будет больше дополнительно плюс вы экономите 300 единиц голды как бы естественно плюс рынок будущего понятное дело в долг взять чтобы купить если вам не хватает немножко там надо срочно уйти его задавили но вот либо вы задоминировали вам все равно не хватает сами понимаете долг как бы в кредит скажем так взять это перспектива очень-таки разумная разумная она реально работает чтобы задоминировать на линии постоянно такое бывает то что ну реально не хватает и вот эта херня скажем так выручает поэтому все берите смело и не жалейте потом понятное дело девять адаптивной силы второе еще раз выбирайте дети адаптивной силы и потом либо сопротивление магии либо броню смотря кто против вас в принципе по поводу он рассказал то есть естественно могут быть другие альтернативы через комету как и до этого играл то есть вариации на этом персонаже их много играть через какие уроны то есть по сути ну реально это особо не повлияет везде в принципе одинаково то есть кому как удобно но давайте дальше переместимся к игре сейчас посмотрим вообще по ходу действий как мы играем какие уже у меня сейчас артефакты появились сейчас у меня уже есть маска понятное дело у меня же скорость сокращение умений стала почаще вот у меня стало больше ману я могу чаще поукать харассить использовать умения не поистую то что промажу вот сейчас зашла моргана ко мне хотела зарубить прям на вы такая вот но не получилось зелен по мне не попал еще и нами оказалось а вот моргана мы убили все это сделали слишком наглела у меня все было чтобы ее наказать чтобы она такого больше не делала и опять же мы естественно доминацию берем но увидите мы в принципе я уже как бы не боюсь уже спокойно прям нагло играю учитывая то что тут было три оппонента до одного из них я убил вот и нами тут что-то подхиливает пытается там попасть зелен тоже там кидает замедляет ничего не получается естественно по здоровью мы особо не просели вот и в принципе всех их прогнал зелен ушел на базу сейчас уже отдают телепорт мы естественно спокойно запушим и и сейчас тоже в принципе на базу пойдем потихонечку я сейчас на базу не пошел потому что увидел то что он крипов остановил то есть и думал он их сейчас будет фризить вот у меня естественно телепорта нету на лайн я естественно своим ходом пойду это много времени займет а пачка большая скоблица естественно моя пачка убьет вражескую ну естественно тогда бы я потерял много крипов и опыт ну вот тогда у него естественно преимущество по уровню было естественно все это нагонять как бы все это надо вот я естественно пошел его харассить и естественно еще стоять на линии вот ну я как понял то что ждал пока кд будет либо ждал когда я подойду специально проверял меня там ушел или нет ну вот естественно как и подошел кинул свои бомбочки зафармил любом случае мы перестраховались проверили все нормально успели сходить на базу потом у меня он уже здесь и враги подошли что-то какие-то файты пытаются сделать как-то заровнить все в наглую когда эти так на спидах залетается с коленями там саппорт и все это использовать на них ну у них это получается стоп под чемпионом очень такие хорошие ну вот они слайна могут может у них кто-то зайти спокойно потому что и зелен который может ускорить третьим умением и скорость передвижения очень сильно значительно увеличится ну там блэкшилд еще лезет там органы то есть никакой контроль не будет проходить если это очень жестко последующим уровнем там скейлом смотря что она там запупится сколько сил умения будет естественно все это вместе суммируется это слишком сильно выходит когда есть такие персонажи и у одного там скорость передвижения там блэкшилд вот издалека там мульта нами еще допустим кидает волну чтобы замедлить не законтролить время то есть но это реально слишком сильно жестко но тем временем моя вся команда собралась у меня на миду их команда тоже у нас и учитывая то что мы брали герольда скарнер сейчас его выпустил мы заберем башню вот сканер естественно влетел в маргану и хорошо выцепил но естественно то что там зеленый использует ульту она воскрешается а наш этот лесник помирает вот что значит чемпион зелен то есть он реально очень хорош в командных боях вот так кого так выцепили там случайно ватную цель кто-то там плохо отыграл не ожидал вот тот повесил ульту и все парень как бы воскрес у нас этот файт вышел немножко неудачный но мы в любом случае в плюсе то что башню снесли реализовали скажем так этого герольда то что когда скарнер влетал в маргану вот она кинула с листом то есть он все успел сделать но получается он как флешер использовал вот и естественно он принял в полете но он успел свою ульту использовать но находился в этот момент под башней вот то есть его башня естественно много надамажило и били вражеские оппоненты вот и тем самым немножко чуть-чуть не удалось все исполнить так как хотелось это на самом деле обидно когда ты используешь флеш должен передоджить ты ловишь в этот момент случайно все равно скажем так стан маргану кьюшку сейчас мы просто стараемся играть аккуратно то есть у меня в принципе команда играющая то есть косяков никаких никто ничего не делал мы просто стараемся фармить стоять на миду смотреть за картой что вообще происходит вот запушивать чтобы зелено оставался на линии потому что ну если бы это на ровом сейчас пойду я намного позже буду и плюс ну реально можешь просто для бомбы кинуть и зафармить да скажем так крипов и на скорости побежи дальше вот у меня такого религии нету вот если только бы пушки в ряд стояли там реально прямо ты чисто по пушкам бежишь на пассивке то вот а да да вот и так я не смогу быстро прибежать ничего сделать я сейчас возьму этот файта рядом с драконом плохо отыграл потому что ну была плохая позиция вот естественно там зелен спас ультом как всегда и мне некуда было отступить и использовать нормальный флэш и дариус получается посему флеша меня притащил в любом случае в плюсе наш бутлейн отыграл убил маргану вот тренингтон у нас там на топе сносит т2 башню и дракон у нас сейчас заберется ребята заберут вот то есть приоритет у нас только укрепляется и укрепляется на эту игру сейчас команда решаем пойти на оборону потому что у нас сейчас есть преимущество мы можем быстро забрать моргана позже с дариусом встают и поэтому мы можем как бы приступить к этому действию ну естественно не понимать то что мы берем ворона там уже подходит скажем так все вот я естественно поставил пушки и по возможности стараюсь заносить урон естественно мне это все позволяет мне есть пушки вот и стараюсь держать стоять и держать позицию свою зону в той которая мне комфортно молодыми это в принципе удалось моргана там сисна залетела в барона но мне не получилось у нас парень хорошо отыграл нажал смайт и мы дальше идем наступление зелену дал ульту дариус там убивает нашу шаю нашего адешника у него еще действует его ульта пассивка ну ничего не удалось сделать моя команда погналась за оппонентами за врагами я пошел туда по что вы не такой мобильные смысла нету то есть они там задержали вот я пошел просто в мид и начал пушить башню это нам дает преимущество пусть сейчас уже мид гей вот и заработал голду для команды то что у нас сейчас оборон уже скоро закончится вот я естественно пошел его реализовал и потом спокойно сейчас пойду на базу пусть у меня уже ничего нету и сейчас будем предпринимать меры по поводу игры сейчас нам надо ждать когда появится дракон то есть смещаться на другие войны либо оставить пока около меда и ждать когда появится дракон вот ну естественно если мы где-то ловим мы убиваем если не подставить у них там нету варда просто каждый естественно может человек периодически загулять пойти пофармить лес естественно можем подловить тракт ну у нас на карте нам нечего делать у нас ребята наши забирать их ажеский лес вот формят вот естественно обновляют варты в их зоне ставят полностью чтобы все леса под контролем чтобы мы их видели дракон ничего не появился еще до него ждать и ждать небольшие стычки так сейчас проходит враги тоже пытается что-то сделаю там обновить варды где-то кого-то подловить там прохарасить но тоже пока безуспешно то есть каждый швыряется вот кидает умениями издалека харассит оппонента я сейчас тоже буду харассит пытаться что-то сделать но и стал очень коряво и подставился под моргану под его стану то есть это был большой фейл обычно по хорошему еще одну пушку ставить либо чуть смещаться то есть я такую зону выбрал очень плохую под ее умения то есть получается я был чуть впереди от моей пушки и плюс она с правой стороны было что-то не дали делать момент то есть мы в принципе увидел это все научить на тех оппонентов акцент взял хотел в ногу прям по ним сыграть но это все вышло безуспешно сейчас команда пока без меня все это делает справляется пытается что-то сделать но естественно там кейтли нарезает дамажит но у нас в принципе играющий рейнгтон всю камбу слыша сделал но дамажил поэтому там размены нам надо убивать реально по сути кейтлин потому что не сейчас очень много урона вот рейнгтон хоть хорошо все это сделал но все бафы от морганы там нами от зеленая это слишком много импакта вносит но тут единственное то что если бы не было рапторов то я бы всех бы сейчас был билга но двоих бы точно убил пусть они рядом стояли из этого камбу не мог использовать естественно я понимала сейчас подойдут башни мне надо стараться до этого момента убить рапторов чтоб спокойно у меня нас так говорился лазер не за стенки вот если кидаю стан ставится лазер и он их убивает ну для чего я просто станки даю ракетами туда и убиваю как добиваю до этого сделать не мог то есть я мог только кинуть лави этот свою гранату и отыграть мне больше нечем было то есть это тоже такое себя сейчас появился дракон мы забираем потихонечку душу оппоненты понимают то что надо его давать они ничего не смогут сделать вот то что у нас приоритет не спокойно дальше дефают и старается ничего не делать вот мы сейчас потихонечку уже подходим к миду после того как взяли дракона скарнер у нас очень хорошо ты грудь слыша пакетин влетает вот затаскивает ее сша и у нас там по ним разыграет пакетин добивает и мы спокойно дальше проносим линию и сейчас уже скоро закончим такими темпами игру точно потихонечку из этих действий то что 1 забрали подновили пошли дальше как бы ломать другую сторону вот и команда сплоченную сама намекает говорит то что давайте пойдем сносить т3 на топе сейчас нам делать нечего мы стоим аккуратно ждем когда подойдут крипы чтобы снести башню на топе это уже будет последняя башня и мы естественно выбираем тоже ингибитор отойти мы не успели на по-хорошему надо было вообще не драться отходить потому что ну зона неудобная была серьезно мы их все в куче стоим и сделать ничего не могу у меня плюс маны мало здоровье тем более вот все трачу можно сказать и моя команда вот и этот файт мы откровенно полностью проигрываем здесь я хотел подлогать моргану спрятался за скалой думал я там убью что знал что там борта нету я спокойно будут вступать она будет идти идти и там была такая зона удобная для того чтобы это все сделать но немножко не хватило урона тем не менее бы мог спокойно выжить уйти но свернул в том направлении я на карту внимательно не посмотрел то что там уже кейтлин дариус и нами уже подходила я к нему на встречу шел вот и меня добили мы отдаем барона теряем ребята немножечко такой делают камбэк и реально у них в принципе шансы на победу достаточно велики оборона забирают и дракон не такой уж прям какой-то полезный у нас то что мы душу взяли вот преимущество то что опять же ульта зеляна моргана там нами то есть ну такая связка саппортов вот и есть адека который играет стреляет естественно все это усложняет действия сейчас по ходу игры не будет ничего такого интересного смещаемся на нижнюю линию на топе на медуна слайны мы открыли и естественно тем самым можем пушить но учитывая то что они могут и пушить красить нам это тяжело сделать нам нужен барон либо дракон про тилдора чтобы реализовать свое преимущество поэтому сейчас мы будем ждать ходить бродить когда появится дракон и только потом пойдем наступление уже реализовать а Продолжение следует... 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 В целом на большой сноубол.